Победа в спорте, особенно в игровых видах спорта, или для победы, нужны несколько факторов. Один из них – свое умение, мастерство, характер, умение терпеть, сумасшедшая самодача. Такая составляющая. Учитывая сегодня сложные погодные условия, сильного соперника в этой игре именно этот фактор, умение терпеть, перебороть себя, вышел на первый план. Очень рад, что наши футболисты, может быть, не показав какого-то искрометного зрелища на футбол, потому что, еще раз говорю, соперник очень сильный. И обычно говорят так, что команда играет так, как позволяет соперник. Соперник не позволил нам проявить свои сильные качества. В принципе, и мы, наверное, не позволили проявить себя в полной мере. Но мы сумели дожать, дотерпеть, перебороть себя. Поэтому поблагодарили футболистов именно в этом ключе. Если так же будем, как и ранее говорили, островенело, играть азартно, бороться. В нашей группе, наверное, все победы так и будут добиваться. Футбольная составляющая, мастерство, умение, выходит, наверное, скорее будет уходить на второй план. Все матчи такие будут. Перед тем вопросом, пожалуйста, Рушан. Рушан, Фимский Сандриньон. Первый и второй тайм визуально отличались. Вы какой-то разбор полетов строили в первые? Просто попросил играть для агрессивных футболистов. Второй тайм. О чем говорил сейчас до этого. Можно сказать, что «Нефтяник» является нашей крепостью. И вас мы, тетя Фуни, проигрывали. Но на выезде ситуация совсем другая. То есть взять матч Муром в Липецке. Сейчас у нас следующий матч с «Чайкой» на выезде. Ну, если честно, немножко тревожно. Хотелось узнать, были ли сделаны выводы, так как игра совсем разная. Дом ты в гостях. Вы знаете, я еще раз хочу сказать. Говорил, говорю и буду говорить, что на данный момент мы все играем во второй лиге. Все совершенно одинаковые. Я могу сказать, по уровню мастерства своему футболисту. Но кто вот умеет перетерпеть, кто, как я и сказал, в Липецке, что футбол идет 90 минут и немного больше. К сожалению, в Липецке мы начали играть 46 минут, а не с первой. Поэтому, если мы будем все 90 минут соответствовать тому, чтобы последнюю минуту здесь, или хотя бы второй тайм проводить, с таким же напряжением, с такой же ответственностью, так же дисциплинированно играть в обороне и пытаться играть агрессивно очень впереди, чтобы не позволять себе никакого расслабления, быть единым целым. И партнеры должны помогать друг другу. Не заниматься, рассказывать, учить, кому куда бежать и кому куда отдавать, а быть единым целым. В любой момент помочь, подстраховать. Это же все-таки команда. То есть все, о чем мы каждый раз пытаемся донести и в перерыве, и на установке, что уровень мастерства в второй лиге совершенно мобилирован. И футболисты должны забыть, кто где, в каких командах играл. То есть я считаю, что все-таки психологическая подготовка выходит в этих матчах на первый план. Последний вопрос. Александр Лукьянов, давно уже нет заявки. Что с ним? Он был болен. Все есть. У него травма, есть хроническая травма, которая сейчас дала себе. Поэтому нападать заявки. Спасибо. Павел, я пора не могу. Вот вы сами признали, что с 46-й минуты начинаем играть. Уже не первый матч. Это действительно что-то внутри у футболистов такое сидит, что тяжело достучаться пока на них. И вообще это весится, чтобы с первой минуты играли? Ну, надо давать на это волшебное пенуле постоянно. Тогда может быть это увеличится. К сожалению, так. Но он сам должен понимать, что с первой сферы до последней минуты надо играть так, чтобы потом не было лечительного белья. Но пока это еще не до конца получается. Возможно, так. А замеры как бы, чем было известно? Ну, у него, видите, недомогание. У него голова начала кружиться, стало плохо. Может быть, тепловой удар просто не было. Если поедем. Еще раз прислужено подобное условие. И каждый переносит их индивидуально. Пожалуйста, Полина, еще раз. В матчах, в которых мы не добирали очки, вы говорили, что нам хватало желание победить, которого хватало у себя в итоге. И немножечко непонятно, почему команда, которая ставит себе самую особую задачу, против первого ритма, нет желания победить, с точнее, ему не хватает. Как это можно решить? Знаете, это такой очень сложный вопрос, на который можно рассуждать очень долго. Я как тренер, допустим, вижу какие-то моменты, может быть, в недонастрое, может быть, переоценки своих возможностей, может быть, еще какие-то. Но здесь, еще раз говорю, что, на мой взгляд, здесь психологический момент. Может быть, в команду вызывать какого-то психолога перед матчем, который сумел бы донести до футболистов, что надо именно так, как говорил я. Я считаю, это только какой-то психологический момент, который стоит нам всем вместе разобраться. Спасибо всем, коллеги. Спасибо, с победой.